Запад убивает сам себя. То есть, победить Америку, грубо говоря, никто не может, кроме самой Америки. Никто не может победить Запад в смысле ни в военном плане, ни в экономическом плане, только если Запад сам себя не убьет. А вот это, он имеет полные шансы себя убить. По единственной причине, религиозный. То есть, религиозная проблема Запада настолько сильна, что она его убивает. Что же такое, в чем состоит та самая религиозная проблема Запада, которая его убивает? Значит, сегодня это опять-таки о роли религии в обществе. Сегодня мы очень часто думаем, что Запад силой мирный, что он не религиозный. И действительно, если мы возьмем какие-нибудь опросы в Европе, всю эту статистику, то она нам, конечно, скажет, что религиозных у них осталось чуть ли не там 15%, ну, там где-то там 20-30%, там все очень мало. Ну, в Америке сегодня побольше, но и Америка идет по пути Европы, и чем моложе население, тем оно менее религиозно. Все это мы знаем, как всю статистику. Но эта статистика абсолютно неправильна. Потому что она неправильно задает вопрос. Она просто не видит религии. Дело в том, что религии современного Запада являются моральными императивами. У них просто другая религия. У них религия постхристианства. И поэтому, когда им задают вопрос о классическом христианстве, то приоцент получается маленький. А стоит задать вопрос про постхристианство, как приоцент будет полностью доминирующий. Что такое постхристианство? Это такая религия, которая взяла христианские этические нормы, превратила их в религиозную потребность, вытянув само понятие про Бога. То есть, эти этические ценности, эти этические императивы имеют религиозный статус. Они не обсуждаются. Они не критикуются. Они тотальны и абсолютны. Причем, они применяются зачастую в ущерб всем. Тем не менее, они применяются, исходя из того, что так должно быть. Так надо сделать. А что из этого всем будет хуже, не обсуждается. Потому что не может быть иначе, потому что так надо. Приведем несколько простых примеров. Ну, давайте сначала приведем пример неочевидный. Неочевидный. Это нынешние, например, так называемые беженцы в Европу. Почему они так называемые? Потому что, разумеется, никакими беженцами они не являются. Это очевидно, что они не являются беженцами. Как только мы правильно поставим вопрос. Как только мы правильно сформулируем критерии. Тем не менее, это никак просто не подлежит обсуждению. То, что это бедные, несчастные беженцы, которых нужно принять. А весь вопрос только в том, сколько у них хватит денег Иисуса по их принятию. Что является неверным тотально. А именно, что такое беженец? Беженец, это человек, не тот, который просто убежал из одного места, где ему плохо, и хочет в место, где ему хорошо. А беженец, это, например, должно включать в себя, ну, например, прежде всего, благодарность к стране, которая его принимает. Приятие ценностей той страны, которая его принимает. Никто сегодня не требует отказаться от своих представлений или других, или от своих ценностей. Но нужно, прежде всего, беженец должен заявить. Та стояна, из которой я происхожу, та цивилизация, из которой я происхожу, она потерпела крах. Я прошу вас, любезно, мне помочь. Большое спасибо, я вам благодарен. И, прежде всего, хочу сказать, как хорошо, что ваша цивилизация живет, и какие вы молодцы. И в данном аспекте, на сегодня, вы превосходите ту цивилизацию, с которой я бежал. Тот человек, который так не заявил, он не беженец. Он демографический интервент. Об этом замечательно сказал один из американских, сегодняшних республиканцев, Джинкл, по-моему, он, по-моему, губернатор чего-то там, то ли Алабама, то ли чего-то такого. Он сказал такую чеканную фразу, что иммиграция без интеграции называется агрессия. Ну, или там, интервенция, по-моему, да? То есть, иммиграция без интеграции – это интервенция. Потому что сегодняшний, сегодняшний, как бы, вот, мусульманский якобы беженцы – это демографическая интервенция. Происнести эти слова Запад не может, потому что это нарушает его этические нормы, которые абсолютизированы до религиозного статуса. То есть, он не может назвать проблему. Если он не может назвать проблему, он не может находить для нее решение. Теперь. И нам, конечно, начинают приводить, начинают нам там забивать мозги и говорить, вот как раньше были беженцы, вот об этом вот еврейском плане, вот были беженцы второй мировой войны с Дерманией. Но, разумеется, они были беженцами, то, что страна, которая их принимала, они говорили большое спасибо и начинали работать. Они требовали себе социальных пособий и передел те христианы под какие-то там свои потребности. А прежде всего они говорили спасибо и прежде всего начинали работать на благо себя и обеспечивать и то, что оно куда не приехало. Вот это называется беженцем. А нынешние эмигранты, которые говорят, мы сюда приехали, потому что вы плохие, вы вообще, мы приехали с самого замечательного ислама, и мы у вас его здесь сделаем этот ислам, это не беженцы. Это тотально другой подход. Вот, казалось бы, то, что я сейчас сказал, это элементарно. И тем не менее, все на Западе молчат. Все говорят иначе. Не только какие-нибудь политики говорят так, и религиозные деятели говорят так же, и общественные деятели. Вся, как бы, медиа и ее, как бы, элита, общество духовное вся здесь только в одном направлении. А кто что-то такое говорит не так, то он просто нехороший, чуть ли не фашист. То есть, сегодня является просто его гательством абсолютно без содержания этого термина. И вот такая вещь, конечно, приведет Европу к краху. Всякие там разговоры о том, что да ну что вы, да их всего миллион, а нас, европейцам, 400 миллионов. Ну и что это у вас сейчас 400 миллионов? А дальше будет неизвестно что. Вот. Но здесь вы еще могли бы сказать, что причина вовсе не в морали, а причина то, что есть группа интересантов, которые заинтересованы в том, чтобы беженцы приехали, и поэтому они продавливают свою концепцию через всякие институты общественного мнения, которые формируют и говорят именно в том направлении, в котором нужно. И действительно, здесь безусловно, есть политические интересы, экономические интересы у определенных кругов. Поэтому пример не совсем чистый. Но все равно, хоть и есть у кого-то интерес, а он ведь должен его так, так, он его должен в такой фантик обернуть, чтобы общество это съело, и он говорит, что это фантик элитий, который является этической нормой. То есть, я, разумеется, никак не против помощи беженцам, которые действительно являются беженцами. И я не против помощи бедным, которые действительно являются бедными. Но я против позиции, что бедным положено, поэтому богатых надо отобрать. Если такую логику провалить, то это не будет на пользу бедным, это будет во вред и бедным и богатым. И это проблема и не злится. Теперь давайте приведем пример, в котором нельзя сказать, что это было кому-то выгодно. Приведем пример, где это было невыгодно абсолютно всем. То есть, не то, что если там все равно Европа и бежимся в Европу, а пример, где было невыгодно тотально, всем абсолютно. И тем не менее это сделали. Этот пример, это, там, вот, пример очень много. Дальше можно их разбирать, но самый такой супер пример, это страна Южная Родезия, которая нынешняя Зимбаб. Как вы помните, Южная Родезия была не самостоятельным государством, а членом армитанских соотношений нации, как там колонии, я уж не буду, кто у нее был статус. И, в общем-то, они, англичане, не хотели ей дать независимость без того, что было бы у власти черное высотство, как они называли. У власти в Родезии стояло белое меньшинство. Поэтому в Родезии не было апартеида. То есть не то, что черные не имели прав, а белые имели прав. Право. А был ценз. То есть избирать может человек, который, допустим, находится на каком-то уровне образования, доходе, я не знаю, какие у меня детальные были лицензы, но, в принципе, черная элита тоже входила в правление Адезии. Хотя, конечно, белые, разумеется, руководили этим. И англичане сказали, нет, это недопустимо, не позволяют наши моральные нормы дать Родезии независимость без того, что было бы у власти черное большинство. И они это черное большинство к власти привели. И что из этого получилось? Мало того, что они просто уничтожили геноцид, сделали белого уничтожства в Родезии, и просто все изгнали и перебили. Но, кроме того, они черным сделали плохо, потому что одни черные стали делать другим черным несовменно хуже, чем тратили себя белым. однако всем на это наплевать. Если вы скажете, что англичан на самом деле беспокоили черные, что они любят человека, любят каждого человека, и недопустимо, что к человеку угнетали, недопустимо, к человеку плохо относились, и мы хотим, что все были достойными, то что же вам сейчас на это наплевать? А им наплевать. Никто совершенно ни о чем таком не думает, когда там уже нет, только совсем толкновений. Тогда уж приходится что-то такое влезать. Но в принципе им наплевать на этих черных. Они совершенно не интересуют. Их интересуют свои религиозные, фанатичные религиозные представления, что должно быть так. А то, что от того этого так всем будет плохо, а наплевать, что всем будет плохо. Главное, что были эти этические нормы соблюдены, которые возведены в абсолют. Вот это называется религией. Зато. Не буду вас управлять, но дальше можно много-много посмотреть примеров, когда это так работает.